Роман Роман Юрьевич, врачу президента автономного учреждения Московской области, хоккейный центр Московской области, за высокий дискуссионализм и решительные действия проявленные преисполнение врачебного долга Андрея Парабьева. Благодарности губернатора врач хоккейного клуба «Зоркий» удостоился за спасение жизни пассажиру авиарейса «Мурманск-Москва». Инцидент произошел 4 февраля, когда красногорская команда возвращалась с выездного тура из столицы Заполярья. Минут через 20-25 после взлета Андрей Анатольевич Рушкин, главный тренер, который с этим мужчиной рядом и находился в хвосте самолета, подошел ко мне и сказал, что одному из пассажиров плохо. Я его осмотрел. Состояние его требовало того, чтобы его нужно было уложить мне. И Андрей Анатольевич, хоккейсты наши помогли. Говорю, медсестры, стюардессы, собственно говоря, освободили там рабочее место. Я ему дал лекарства, которые в нашем арсенале были. После оказания первой помощи по рекомендации Романа Кухаева экипаж самолета принял решение вернуться в Мурманск, где пассажира срочно госпитализировали. Сейчас жизни мужчины, имя которого не разглашается, ничего не угрожает. Человек жив, с ним сейчас все в порядке. Только лишь благодаря действиям и врача, и команды, и сложным действиям командира корабля, воздушного судна, который принял решение вернуться в пункт назначения в Мурманск. И там была уже оказана помощь. И человек был доставлен в больницу и сейчас живет. Помимо губернаторской благодарности Романа Кухаева ожидает еще и денежная премия от руководства клуба. Сам же Роман Юрьевич себя героем не считает. Говорит, что на его месте так поступил бы любой из коллег-медиков. Тем не менее, совершенно не искренне не полагаю, что ничего выдаю, что я не сделал. Абсолютная большинство моих коллег ежедневно совершают поступки и принимают решения, когда свой сложный и важный. Тем не менее, огромное спасибо. Будьте здоровы. Поздравить своего врача получилось и у основных его пациентов. Игроки команды «Зорки» в домашнем матче обыграли ульяновскую «Волгу-Черемшан». Уже на первых минутах красногорцы завладели инициативой и забросили два быстрых мяча. Правда, до перерыва, благодаря усилиям Артема Гореева, гости все же сократили отставание. Чуть-чуть не хватает головы, так скажем. Чуть-чуть не хватает таких действий, каких-то рациональных. Из-за этого приходится вот так вот тяжеловато, на мой взгляд, играть. Вот чуть-чуть изюминки какой-то нужно добавить. И добавили. Во втором тайме «Зорки» больше и разнообразнее атаковал, чаще подавал стандарты, что и сказалось на итоговом счете 5-2. В составе хозяев дублями отличились Дмитрий Оськин и Денис Горячев. Еще один гол на счету Александра Потяшина. Мы придерживали всю игру выбранного плана. Мы знали, что хоккейный клуб «Волга» такие ребята очень неплохие. Они в своем возрасте чемпионы России. В обороне играют очень неплохо. И мы хотели вскрывать их краями, что нам, в принципе, удавалось в какой-то промежуток времени. Больше делаться угловые, бить стандарты. Но то, что и получилось, мы практически два гола забили со стандартов. Очень даже неплохо. Еще одна домашняя игра «Зорково» с «Волгой Черемшан» пройдет в субботу 11 февраля в полдень. Далее Красногорцы отправятся в Сыктывкар, где их ожидают непростые матчи с местным строителем. Максим Мельников, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.